всем привет сегодня у нас небольшой обзор обновленного скрипта для закрытых ренессанс v850e2 скрипт уже существует достаточно долго имеет автоматический поиск зоны глича в скрипте использован алгоритм нахождения зоны глича намного лучше чем в других программаторах то есть если другие программаторы долбят прямо в начало старта запуска процессора то мой скрипт он как бы это делать все намного мягче и в других зонах ну и собственно давайте посмотрим чем у нас скрипт дополнился дополнился он у нас галочкой advanced glitch enable это у нас продвинутые настройки продвинутые настройки таймингов глича то есть при если галочки у нас не поставлена у нас действуют старые настройки более мягкие если же процессор у нас по старым настройкам не ответил то есть невозможно его прочитать то тут уже как бы будем использовать галочку с продвинутыми настройками добавилось у нас окошечко с продвинутыми настройками глича соответственно первое у нас это старт старт время старта то есть это у нас идет как бы расстояние от резета и до начала старта и конец тайминга глича то есть в этих пределах у нас как бы будет происходить глич следующая графа у нас это длина импульса глича и конец длины импульса глича то есть в этих параметрах у нас будет как бы циклически изменяться длина глича мы давайте посмотрим более наглядно для этого нам нужно будет логический анализатор и если вы хотите тоже так скажем заниматься этим то приобретите его анализатор либо солиале либо dslogic давайте будем смотреть то есть у нас уже тут есть открытая сессия логического анализатора сигналы все нужные нам ну и давайте попробуем запустим и прочитаем сначала сигнатуру процессора для этого выберем сигнатуру чтения все как бы у нас прочитан сигнатуры логическом анализаторы и смотрим это у нас данные идут и как бы самое интересное у нас будет происходить здесь это у нас fdd pin это у нас питание на флэш собственно смотрим вот у нас идет reset и тут пошло как бы вот питание флэш и видно импульсы падения напряжения на этом пине то есть это кого указывает то что идет чтение флэш ну и собственно вот у нас это гребеночка в самом начале и идет идет и потом еще тут импульс есть по ним как бы и будем смотреть где будет у нас глич на глич у нас должен примерно вот в этих пределах быть посмотрим сколько у нас нужно по времени так от начала и то есть получается у нас 17 миллисекунды это у нас 1700 микросекунд то есть примерно вот здесь вот надо нам про гличить проц для того чтобы он подумал что у нас security и байты все ff то есть не закрытый и так для этого в графе старта мы делаем 1700 микросекунд то есть все тут параметры микросекундах ну и как бы чтобы у нас была зона 1750 допустим длину импульса оставляем 5 ну и тут как бы 40 делом чтобы не слишком так скажем у нас длинный импульс был то есть в этих пределах у нас будет импульс глича от 5 до 40 то есть он прям будет прибавляться каждый раз на единичку и соответственно при проходе когда 40 заканчивается опять становится 5 и у нас зона глича увеличивается на единичку все запускаем и смотрим анализатором вам смотреть пошел у нас цикл глича на заднем плане увидите анализатором ну все вот он у нас прогличило и кого вы началась чтение флэши анализатор мы сейчас отключим и посмотрим как это у нас все происходит то есть вот у нас первое как бы чтение идет сигнатуры самое начальное оно без глича и соответственно второе у нас уже попытка идет с гличем и вот мы видим где у нас начался глич это у нас 1700 то есть если мы сейчас померяем от начала резета и до начала глича ну примерно плюс-минус то есть как бы тут все равно как бы есть погрешности это у нас начальный старт и вымчался на 1700 микросекунд ну плюс-минус как бы немножко 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 уехала вот и соответственно вот у нас попытки то есть при каждом тут ширина импульса увеличивалась увеличилась 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 и вот у нас к да и мы тут глич пробился тут начала уже считать вот соответственно можем допустим тут замерить сколько у нас на кой длительности импульса 23 миллисекунды микросекунды микросекунды и соответственно начально если посмотрим если начальный посмотрим то сейчас померяем 6 микросекунд то есть водка у нас греч прошел и все прочитала но хочу предупредить то есть параметры нужно очень чутко так скажем вводить потому что если мы возьмем допустим вот этот импульс если мы его поставим здесь где-нибудь и гребенка либо начнем здесь долбить вполне возможно попадем в области где обрабатываться команда стирания вот и у нас как бы может поехать то есть просто думать что у нас прошла команда стирания и соответственно стереть процессор то есть вы четко должны понять то что нужно все очень хорошо измерять вот соответственно немножко вы стали более продвинутыми в этом плане у нас процессор уже прочитался и сохранил данные все на этом все я думаю вы поняли как считать импульсы как делать вбивать их куда на этом процессор у нас 1 и 7 миллисекунд начало на других может быть другие то есть там 13 миллисекунд 15 миллисекунд и это как бы надо знать куда бить гличем но в общем то на этом все спасибо за внимание и пока